Марина Серова. Вечная невеста. Знаменитая частная сыщица Татьяна Иванова на побегушках у майора милиции. Здор, скажете вы. Но это грустная детективная история, расследовать которую пришлось Татьяне, оказалась настолько запутанной, что здесь не до амбиции. В чудесном апрельском вечером в модном баре «Гладиатор» убили одного из гостей. Его невеста Анжелика в шоке. До свадьбы оставались считанные дни, а ее жених и, конечно, девичьи мечты о семейной жизни и достатке безвозвратно погибли. В принципе, преступник известен. Это охранник клуба, исчезнувший сразу после трагедии. Но вскоре убивают и его. А следы ведут в некую разорившуюся фирму, где в свое время работал несостоявшийся муж Анжелики. Пролог. Страх. Холодный колючий страх пронизывает острыми маленькими иглами мое тело. Разрывает душу на части. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Но кричать нельзя. Крикнуть – это значит обнаружить себя. А обнаружить себя – значит подвергнуть смерти. А смерть – это страшно. Боже мой, как это оказывается страшно. Очень неудобно стоять, полусогнувшись, замерев в этой неудобной позе, схватившись одной рукой за батарею. Батарея раскалена, но ее жара не чувствуешь. Батарея кажется ледяной, как этот невыносимый страх. До меня доносятся приглушенные голоса. Я слышу все, словно разговаривают рядом со мной. Хотя так и есть – рядом со мной. Мы отделены лишь тонкой стенкой. Ну что, все? Готово. Точно? Точно, точно. Все идет по плану. Давай, бери и тащи, только осторожно. Господи, ведь это они про… Господи, невероятно. Я не верю, не верю, не верю. Это всего лишь сон. Наваждение. Это сейчас пройдет. Батарея чуть ли не насквозь прожигает руку, и боль уже чувствуется очень явно. Но я не просыпаюсь. А, это наша стерва? Ты уверен, что она? Ответа не слышу. Затем диалог продолжается, и мне все становится яснее. Это не сон. Это действительно конец. Конец всему. И жить теперь незачем. Просто незачем. Тяжелый гад. Давай, давай. Знаешь, на что идешь. Точно там тихо. Блин, как ты достал. Пристрелить, что ли, тебя? Без тебя толку больше. Пристрели. Тогда весь твой план к черту. Не волнуйся. Я придумаю новый. У меня, в отличие от тебя, мозгов больше. Я-то не пропаду. И хватит трепаться. Тащи. Ужасный звук. Чего-то тяжелого, что волокут по полу. Ужасный потому, что я знаю, что он означает. И мне хочется завыть. И плевать. И пусть убьют и меня. И, наверное, так честнее. Но инстинкт самосохранения срабатывает. Мы все животные. И хватаемся за жизнь любой ценой. Теперь тихо. Открой дверь и выгляни. Сперва выхожу я. Угу. Тяжелое дыхание. Тихо хлопает входная дверь. А я все так и стою, полусогнувшись над раковиной. Даже не сняв ботинки. И жить незачем. Я стою и даже не плачу. Потом медленно выпрямляюсь. То есть как незачем. Что значит незачем? Нет, именно сейчас никак нельзя умирать. Сейчас как раз нужно жить. Выхожу из ванной, подхожу к кухонному окну и вижу отъезжающую машину. Все так, как и предполагалось. Нужно бежать. Бежать, кричать, остановить. Еще все можно исправить. Кидаюсь к двери. Страха уже нет и в помине. Только жажда действия. Но по дороге накатывает какая-то тошнота и слабость. Я валюсь на пол, чувствуя, что сейчас ударюсь головой об угол ящика для обуви. Но волосы смягчают удар. Вот теперь я проваливаюсь в небытие. Самое время. Глава первая. Вся эта история началась чудесным апрельским вечером, когда мы с моей подружкой Светкой, парикмахершей, сидели у меня дома, попивая кофе с мороженым. Из приоткрытого окна доносились весенние запахи. Воздух дышал свежестью. И все в душе пело, предвещая скорое лето. Светка притащила с собой бутылку коньяка и предложила отметить наступление весны. Я согласилась на маленькую порцию и добавила себе в кофе граммов пятьдесят. Светка же не стала скромничать и наполнила себе рюмку. «Слушай», – подкладывая мороженого себе в блюдце, проговорила вдруг она, окидывая меня внимательным взглядом. «А ты вообще-то чувствуешь, что весна началась?» Естественно, немного удивленно пожала я плечами. «У меня сейчас работы нет, так что я частенько балую себя тем, что по несколько часов гуляю по улицам и с радостью наблюдаю все изменения, которые наступают с приходом весны». «Не устаешь?» – спросила Светка. «Нет, я человек тренированный. К тому же ходить пешком полезно для фигуры». «Да уж», – вздохнула Светка. «Хотя тебе-то чего переживать по этому поводу?» «Это мне пора начать переживать». «Я за зиму пять килограммов лишних набрала». «Так нужно не переживать, а действовать», – улыбнулась я. «Спорт, диета, прогулки». «Ой», – поморщилась Светка. «Ты произнесла сейчас самые ненавистные в моей жизни слова. А такие слова, как ожирение, целлюлит, одышка, тебе не противны?» «Ай!» – взвизгнула Светка, затыкая уши. «Замолчи!» «Хотя бы мороженого для начала поменьше ешь», – красноречиво посмотрела я на Светкина блюдце. «Да и сахар! Вот зачем столько в кофе бухнуло?» «Так вкуснее», – с недоумением пояснила моя подружка. «Кстати, алкоголь тоже содержит калории, и немалые», – показала я на бутылку, содержимое которой постепенно уменьшалось. «Алкоголь необходим творческим людям для расслабления», – со вздохом сказала Светка. «А кого это ты понимаешь под творческими людьми?» – искренне удивилась я. «Себя, конечно!» – с не меньшим изумлением ответила парикмахерша. «Ведь я создаю людям новый имидж, можно сказать, новое лицо, новую жизнь. Я творец, а не ремесленник». И она с гордым видом наполнила еще одну рюмку. «Ну, тогда тебе долго пять килограммов сгонять придется», – усмехнулась я. «Эдак ты к осени еще пяток нагуляешь». «Нет-нет», – быстро замахала на меня руками Светка. «Это у меня от картошки с салом. Я ее зимой каждый вечер жарила. А клиентки у меня, сама знаешь, могут и в восемь вечера прийти. Провозишься с ними до ночи, а потом аппетит прямо жуткий разыгрывается. Получается, что на ночь навернешь картошечки с салом и спать. Вот они килограммы-то и набрались». Светка работала в одной из престижных парикмахерских нашего города, но при этом еще и подрабатывала на дому. А так как парикмахер и визажист, она, что называется, от бога, то от клиенток у нее отбоя не было. Светка с первого же взгляда безошибочно определяла, какая стрижка, цвет волос, укладка, макияж подойдут человеку. От чего стоит категорически отказаться? Я доверяла ей на сто процентов. И не раз пользовалась услугами подружки, когда мне в профессиональных целях необходимо было изменить внешность. И когда просто хотелось выглядеть на все сто. И хотя Светкина умение наводить красоту практически единственный ее талант, за него я прощала ей многое. «А ты переходи на макароны», – посоветовала я. «Ты что?» – Светка вытаращила на меня глаза. «Хочешь, чтобы я совсем расплылась?» «Ты отстала от жизни, моя дорогая», – улыбнулась я. «Кто тебе сказал, что от макарон полнеют?» «Я вот, например, с удовольствием ем макфу». «И не полнею». Светка смерила меня недоверчивым взглядом. «Объясни», – потребовала она. «Пожалуйста», – пожала я плечами. «Во-первых, макфа сделана из твердых сортов пшеницы. А это очень важно для фигуры. Никаких лишних калорий. Во-вторых, макароны при варке не развариваются. Ну и еще один большой плюс. Три минуты и готово. Без временных и энергетических затрат. Ну как, здорово!» «Надо попробовать», – серьезно кивнула Светка. «Только ты их не с салом наворачивай», – посоветовала я. «Лучше всего с овощным салатиком». «Ладно, там видно будет». «Я, собственно, к чему про весну заговорила», – допивая кофе и закуривая сигарету, сказала Светка. «Весной, как ты знаешь, женщинам хочется цвести. Стать красивее, сексуальнее. Ты стихи писать не пробовала?» – усмехнулась я. Светка осеклась на полусловие, ошарашенно посмотрела на меня. «Какие стихи?» – отмахнулась она. «Я тебе хочу сказать, что нужно заняться своей внешностью. Например, когда ты стригла волосы в последний раз?» «Да не помню. Где-то осенью еще, кажется». «Наморщила я лоб. Ты мне тогда концы подравнивала». «Вот-вот», – подхватила Светка. «И за всю зиму ты наверняка за ними не ухаживала, а гонялась за своими убийцами и маньяками. И теперь твои волосы выглядят слабыми и безжизненными, а концы их посеклись и потускнели. «Ей-богу, мне кажется, что я смотрю телевизор, по которому как раз показывают рекламу чудодейственного шампуня». Недружелюбно посмотрела я на Светку. «Вот только возможности выключить его у меня нет. Ты зря обижаешься». «Я, в отличие от рекламы, говорю тебе чистую правду и предлагаю все это исправить». «Каким образом?» «У меня сегодня как раз свободный вечер», – продолжала Светка. «Я могу тебя подстричь, сделать укладку. Сперва тебе волосы вымоем с бальзамом, потом специальный мус нанесем. У меня все это с собой. Потом причесочку соорудим. Я тебе дам несколько советов по уходу за волосами. К лету у тебя будет роскошная шевелюра». «А ты уверена, что справишься?» – подозрительно спросила я. «Ты же коньяк выпила». «Ой, да что я там выпила-то?» – сплеснула руками Светка. «Это ерунда. К тому же у меня богатейший опыт. А его, как известно, не пропьешь». Я задумалась. Собственно, ничего подобного я сегодня не планировала. Но какая разница? Покажите мне женщину, которой не нравится забота о собственной внешности. Даже если профессия этой женщины вроде бы совсем не женская. И особенно если эту заботу осуществляет профессионал в своем деле. Пусть даже чуть захмелевший. Поэтому, не раздумывая, долго я тут же согласилась. И мы со Светкой двинулись в ванную. Мыть мне голову.